Монета 2 копейки. 1935 года. СССР. Ленинградский монетный двор. Старый тип. На реверсе монеты прописан ее номинал. Крупная цифра 2. Под ней одной горизонтальной строкой обозначено название денежной единицы. Надпись копейки. Ниже указан год чеканки монеты. Дата 1935. Под ней круглая точка. Отцентрированная к дате. Слева и справа полукругом колосья пшеницы. Скрещенные внизу под точкой. Стебли колосьев имеют продолжение и проходя вверх по бокам вдоль канта соединяются над цифрой 2. Вдоль стеблей имеется семь участков, состоящих из двух точек или стебельных узелков на колосьях пшеницы. вот такие. Вот в более крупном увеличении. Вот семь участков, состоящих из двух точек. Бывают различные формы и размеров с различным месторасположением на стебельном ободке колосьев. Служат для определения разновидностей. К этому мы еще вернемся. И часто являются необходимым отличительным признаком при определении подлинности монеты. На аверсе, развернутом к реверсу на 0 градусов, то есть соотношение сторон медальное, в центре поля монеты от Чеканин герб СССР образца 1926 года с шестью витками ленты на колосьях пшеницы по числу языков союзных республик, образовавших в декабре 1922 года СССР русском, белорусском, украинском, армянском, грузинском и тюркско-татарском. Между перевитых лентой колосьев на фоне восходящего солнца с лучами, бьющими вверх, и планеты, размеченные параллелями и меридианами, серп наложенный на молот, символ союза рабочего класса и крестьянства. Над скрещенными серпом и молотом, между вершинами колосьев, от Чеканина пятиконечная звезда. Под гербом полукругом Дульканта прописана аббревиатура государства. Надпись СССР с точками после каждой буквы. Формы букв вытянутые и округлые. Вокруг герба, по кругу вдоль Канта, от Чеканина лозунг «Пролетарии всех стран, запятая», соединяйтесь, восклицательный знак. По окружности виден четко выраженный кант. Гурт монеты рубчатый. Монета изготовлена из алюминиевой бронзы марки БРА5. Сплав 95% меди и 5% алюминия. Магнитными свойствами не обладает, то есть не липнет к магниту. Вес 2 грамма, диаметр 18 миллиметров, толщина 1,1 миллиметра. Чеканили монету на Ленинградском монетном дворе, тиражом 81 миллион 121 тысячи штук. Средняя цена такой вот монеты от 150 рублей за состояние «Very good» эта монета повреждена с небольшой коррозией. Надписи сглажены до 1500 рублей за состояние «Xfine». Эта монета почти без следов обращения, с четким рельефом. Монета 2 копейки 1935 года, старого образца, то есть с лозунгом «Пролетарий всех стран соединяйтесь», имеет еще две разновидности. Первая разновидность по аверсу отличается тем, что легенда монеты более приближена к канту, то есть расстояние меньше. Надписи приближены к канту чуть больше. И острие серпа расположено точно в полюсе. По реверсу, по реверсу, на стебельном ободке нет узелков, совсем отсутствуют они. Такая разновидность в 2016 году на аукционе монеты стран Советов была продана за 30 тысяч рублей. Есть еще одна разновидность. Также аверс. Острие серпа находится в полюсе. Легенда более приближена к канту. То же самое. Вот здесь расстояние меньше между надписями и кантом. И на реверсе, сейчас покажу на рисунке. И на реверсе вот такое расположение узелков. Такая монета в 2015 году была продана за 16 тысяч 500 рублей. до сих пор бекухатой. So, вот здесь и, вWind. Попробах по перегону국у week. И на реверсу, где нам decent music.